Привет, друзья! Поступил вопрос об успешности или неуспешности брака по карте, какой-то карте. Какие карты браков бывают? Опять же, астрологи исследуют это не первое столетие и знают много инструментов. Во-первых, бывает прям карту самого брака регистрируют, исследуют. То есть это может быть и время в ЗАГСе, когда подписали, это может быть чуть ли не дата знакомства, как точка инициации партнерства в целом. Существуют всякие композитные карты, среднеарифметическая, условно, двух партнеров. Бывает инострическая карта, где карты двух людей соединяются вместе и смотрится их взаимодействие. Также любопытный момент, который позволяет оценить гармонию и успешность союза, это карта детей. Потому что в детской карте прямо будет написано, кто такие мамы с папой, как они ладят, будут ли они гипотетически ладить дальше или нет. При этом физическое схождение, расхождение, можно предположить, но мы имеем в виду, что астрология все-таки чертеж души. Поэтому, например, родители живут под одной крышей, но друг друга ненавидят. Вот мы это разделение увидим. А родители разбежались за миллиард километров и при этом ладят великолепно. Вот мы это тоже самое и зарегистрируем. Среди всех методов, инструментариев, на первом месте стоит натальная карта самого человека. Ну и можно ее в синхроне смотреть с другой картой партнера. На втором месте по эффективности карта ребенка. Их. Если нет ребенка, то просто две карты смотрим отдельно. Композит средний Дэвисон и прочее. На третьем месте по эффективности. Ну и четвертая, натальная карта. Точнее, это будет как бы карта момента знакомства. Карта самого брака на моей практике за 12 лет не сработала ни разу. Знаю коллег, у которых то же самое. Поэтому лично я или посмотрю одну натальную карту человека и все. По ней так все понятно. Ну максимум 2, максимум 7 на 3 с ребенком. Вот так и используется, так и оценивается. Абсолютно день предложений там и так далее не имеет абсолютно никакого значения. Потому что это очень слабенькая программка. Вы же не смотрите на часах вот сейчас 6 секунд. Сколько времени? 10 секунд. Сколько времени? 15 секунд. Ну какая разница? Да, может быть, если вы уж совсем там что-то вымеряете, этот рекорд мира, формула 1 или побегу, ну да, будет какая-то секунда. Но так вот в обычной жизни, нет, есть более глубокие программы. Личная психика, родовая, коллективно-бессознательная, они влияют в миллиард раз больше. Поэтому можно на дату не смотреть вообще. Среди распространенных мемов, ну типа, на ретроградную Венеру зарегистрировали брак, все развалилось. Но так не работает. Холостой луни и так далее. Нет, неправда. Любой работник ЗАГСа вам статичек может предоставить. Это вопрос у вас. Был бы парадокс, когда в один день там, в каком-нибудь дворце бракосочетания, все, кто, значит, расписали, все бы развелись. Но нет такого. Вообще не влияет. Именно вот момент сам по себе, он в астрологии десятиричен. Если вы строите небоскреб, корпорацию и так далее, да, там на большие, мощные коллективные процессы момент влияет. Исторические события, начало битв, там, Наполеон Ватерлоу назначает, коронация какая-то, да. Ну, потому что там огромная система. Когда это муж, жена, их две пипирки, ну там все-таки не такой момент, как коронация. Вот это как раз что угодно, да. Так вот и может. Так и может, точнее, она накидает вариант сценариев. Что по умолчанию пара движется туда. Например, люди осознают, что-то делают, может пойти сюда. Ну, а если какой-нибудь еще фактор вмешается, третий пойдет сюда. Ну, например, в карте будет написано, что пара неполная. Обязательно кто-то ее будет триангулировать. Может, придет ребенок, пара состоится. Если с ребенком не случится, там залезет свекровь. Не залезет свекровь, ну, например, жена ее выселит, значит, залезет любовница. Если не залезет любовница, вылезет миома у жены. Тогда муж будет ее спасать и будет даже в терапевтической практике такой замечательный триумвират, семья. Муж, жена, ее миома. И все миому нянчуют. Астрология сама по себе нужна, чтобы не мириться, а по маршруту ехать куда-то. Поэтому карта брака не может быть неблагополучной, поскольку, еще разок, с самыми по каноническим методам, ужасными картами брака люди живут по 90 лет. Всю жизнь рука об руку, начиная с горшка, и все великолепно. И с самыми, там, больше триновыми, бессекстильными картами, построенной именно на сам брак, люди разбегаются через неделю. Поэтому нет, там будут карты двух партнеров или совместная карта как синтез, их двух карт, синастрия так называемая. Ну и по ней надо просто ходить, жить, ездить. Если по ней не ходить, не жить, тогда это, ну, какие-то базовые автопилоты включаются, как все живут в социуме или как жили бабули. Своя карта вот новый вариант предоставляет, тратегии. Если вас, в принципе, устраивает, как жили бабули, ну, можете карту не открывать. Где стоит посмотреть на собственную карту рождения, посмотреть, как она работает, и как устроен брак в целом на 120 лет, точнее, вот эта сфера партнерская. Привнося туда ту или иную степень гармонии и осуществляя тот или иной выбор, выбор партнера или действия с ним, потому что брак – это совместная деятельность. Ну, вот там-то и собака зарыта, там что-то можно найти. Безвыходных ситуаций, значит, на тальной карте брак плохой. Я ни разу в жизни не видел. Чтобы составить карты рождения, карты брака, совместные карты двух партнеров, обращайтесь к астрологам лаборатории жизни, ссылка под видео. Поэтому всем успехов! Астрологияz gone... Астрология 1